Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре в Директ-Академии. Наш сегодняшний вебинар будет посвящен библиографии и проведет его Татьяна Телегина. Но прежде чем предоставить ей слово, я хотел бы сделать свои краткие объявления о работе Директ-Академии. В самом начале нашего чата располагаются четыре полезные ссылки. Если вы отмотаете чат с самого начала, то увидите, что они красным цветом представлены. Первый из ссылок ведет на наш сайт, на его главную страницу, страницу расписания. И в расписании вы можете зарегистрироваться на все мероприятия, все вебинары, которые пройдут до конца нашего учебного года, до конца июня 2019 года. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube и на нем будет размещена запись этого вебинара, как уже размещены записи почти 400 вебинаров, проведенных ранее. Третья ссылка предназначена для тех, кто готов учиться онлайн. И это наше предложение им. Там наше предложение по проведению восьми курсов. В ближайшее время появится еще два как минимум. Ну и последняя ссылка, четвертая, она ведет на страницу выдачи сертификатов. На ней вы сможете приобрести сертификат после посещения нашего вебинара через некоторое время. Постараюсь сформировать сертификаты уже к самому концу сегодняшнего вебинара, чтобы прямо в самом конце вебинара вы смогли бы получить свои сертификаты. Ну и как всегда я хотел бы проанонсировать три следующих мероприятия, онлайн мероприятия, которые у нас состоятся. На сей раз уже в конце чата, я сейчас их задублировал, эту информацию. Седьмого числа завтра пройдет вебинар Юрия Белоножкина. Почему не всегда надо конструировать онлайн-курсы педагогам? Или в чем преимущество их эффективной эксплуатации? Десятого числа, это уже понедельник, будет следующая наша вебинарная неделя. А я напоминаю, что вебинары в Директ Академии проходят каждый рабочий день. Начнется маленький мини-трек моих вебинаров, посвященных учебному видео. Будет четыре вебинара в декабре, и первый из них называется «75 видов и технологии учебного видео, как преподавателю выбрать подходящий формат». Это будет вводный вебинар по теме, с большим количеством демонстраций. Приходите, я надеюсь, будет интересно. 11-го числа, во вторник, приватные и платные курсы на Степик проведет Юлия Шувалова вебинар. Кто из вас был на первом вебинаре Степика, обязательно приходите на второй. Степик проводит три вебинара у нас в этом году. Это Степик, если кто-то не знает, это образовательная платформа. Проводит три вебинара в этом году, как и в прошлом. И это второй вебинар, так что, чтобы получить такие хорошие сведения о Степике, надо посетить все три. Приглашаю вас на этот вебинар. Ну что ж, а у меня, собственно, все, и я рад передать микрофон. Большое спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, Павел Юрьевич. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы продолжаем наш разговор о библиографии и подбираемся к ссылкам. Для начала давайте организационный момент решим. Большая просьба поставить плюсики в чат, если хорошо видно, слышно и видна презентация. Ага, спасибо, равно. Наверное, это плюсик. По поводу презентации. Ага, спасибо, спасибо большое. Могут быть небольшие, может быть, шумы, связанные со звуком. Почему-то при настройке вчера было все нормально, сегодня вот они, перед самым началом вебинара, они вдруг проявились. Да, ну, видимо, погода влияет и на технику. Да, вот, Оксана Сергеевна, звук проблемный бывает, но вроде у нас было все нормально. Но, надеюсь, нам это не помешает. По поводу презентации. Презентация выложена в ресурсах. Кто забыл или первый раз, напоминаю, это значок, папочка справа вверху. Открываете и презентацию можно будет скачать в формате PDF, она выложена. И сегодня у нас небольшая такая тема, связанная с ссылками. О ссылках можно говорить, конечно, очень долго. Времени вебинара нам одного точно не хватит, поэтому остановимся только на самых таких часто встречающихся, наверное, вопросах и проблемах. Сегодня мы больше будем тренироваться на запоминание информации и ее восприятие. А практическая тренировка у нас с вами будет на следующем вебинаре. Следующий мой вебинар, по-моему, 14 декабря, если я не ошибаюсь, в следующую пятницу. Будет посвящен сервисам, ресурсам и различным генераторам в помощь авторам, студентам, преподавателям, может быть, и библиографам тоже. По созданию библиографических описаний, как для списков источников, так и для оформления ссылок. Сегодня, может быть, в конце, может быть, какие-то ресурсы, ссылки на них я вам дам, так чтобы была возможность попробовать это ручками. Но подробно мы их разбирать будем уже на следующем вебинаре. Поэтому большая просьба для всех, кто... Так что сегодня такая больше теоретическая часть. А для всех, кто заинтересован или есть какие-то задачи по составлению, по оформлению ссылок, по подбору таких генераторов, пожалуйста, на следующее занятие уже свои какие-то подготовьте необходимые источники, по которым нужно было бы делать описание. И мы уже в таком режиме онлайн работы попробуем посмотреть, попробовать, пощупать и на своих конкретных примерах посмотреть достоинства и недостатки различных инструментов. Так, со звуком, со звуком вроде сейчас, вроде должно быть нормально. Если какие-то проблемы со звуком, вы, пожалуйста, пишите, если... Ага, нормально. Хорошо, спасибо, Павел Юрьевич. Как всегда, на страже. И мы переходим к нашему вебинару. Тема у нас сегодня про библиографические ссылки и вопросы, которые мы сегодня с вами рассмотрим. Объект с составлением библиографической ссылки – это все виды опубликованных, неопубликованных документов, на любых носителях, в том числе электронных, и составные части документов. И при составлении описаний часто возникают вопросы. Вот я постаралась собрать такие вопросы от своих студентов. И в основном на них сегодняшний вебинар я и построила. И вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, мы вспомним классификацию ссылок, пройдемся по ней, по каким критериям и какие виды ссылок бывают, встречаются нам. Рассмотрим схемы библиографических, описание библиографии, оформление библиографических ссылок. И некоторые особенности оформления сразу же, уже вот эти два вопроса параллельно и будем рассматривать. Сразу скажу, что мы остановимся в основном на подстрочных и затекстовых ссылках, так как они чаще всего встречаются. Внутри текстовые я намеренно, умышленно опускаю. Если будет такая необходимость, вы во вкладочку «Вопросы» напишите. Если у кого-то есть потребность и приходится много оформлять внутритекстовых ссылок, я тогда вам или в группе эту информацию размещу, или кусочек времени на следующем вебинаре на них выделю. И четвертый вопрос. Это рассмотрим некоторые особенности оформления ссылок для публикации в журналах, индексируемых в Скопус. Так как сейчас от преподавателей стали требовать очень усиленно публикации именно в подобных изданиях, то с оформлением ссылок и оформлением представительной библиографии, там референсы, там возникают вопросы. И вот некоторые из этих вопросов мы сегодня тоже попробуем с вами рассмотреть. Я помню, что на прошлом вебинаре были такие запросы от слушателей по поводу оформления для Скопуса. И говорим ли мы об оформлении ссылок для публикации в русскоязычных изданиях или зарубежных, о ссылках в студенческих работах или диссертационных исследованиях, есть несколько моментов, о которых нам важно помнить всегда. Да, три таких кита, наверное, на которых оформление ссылок и строится. На все виды заимствования обязательно даем ссылки. Ну, во-первых, это соблюдение авторского права. И, во-вторых, это наша подстраховка при определении процента оригинальности текста при проверке на антиплагиат. На каждый источник из списка литературы или при стативной библиографии в тексте работы обязательно должна быть ссылка. Хотя бы один раз, хотя бы в составе комплексной, но каждый источник должен прозвучать. При проверке на антиплагиат, о чем я всегда говорю студентам, делайте ссылки не только на прямое цитирование, но и на косвенное заимствование. У нас есть два вида цитирования, которые мы используем в своих работах. Прямое или по-другому его еще называют точное и косвенное или другое название свободное. В первом случае мы точно берем фразу из источника, из текста работы, вставляем ее в свой текст, выделяем кавычками и даем на него ссылку. То есть это точное воспроизведение слов автора. Второе, косвенное, это, помните, изложение своими словами. Вот со вторым часто возникают проблемы, часто на косвенное заимствование не считают нужным давать ссылку, особенно грешат этим студенты. Но я же своими словами рассказал, изложил мысль. Ну, в общем-то, это не совсем верно. Слова-то свои, но мысль-то чужая. И можно, конечно, пересказать и теорию относительности Эйнштейна своими словами, и даже стихами. Но от этого она вашей не станет. Она такая станет с теорией относительности Эйнштейна. Поэтому ссылку в этом случае тоже нужно давать, даже если мы пересказываем и слагаем чужую мысль. Вот про это студенты, к сожалению, очень часто забывают. И это всплывает при проверке на антиплагиат. И вот здесь как раз указание ссылок, оно помогает повысить процент оригинальности текста при проверке. Там же две части есть, техническая и ручная. Техническую-то проводим практически все. Вот ручная, она более трудоемкая, поэтому иногда ей пренебрегают. А это хороший способ доказать правильность своей работы, своих мыслей и поднять процент оригинальности текста. Это очень трудоемкий процесс, когда мы садимся со студентом вместе и открываем на выделенные все цветастые куски, которые нашла система. Техническая проверка, конечно, хорошо, но техника есть техника. Она выделяет вообще все, что есть в ее базе и что ей еще встречалось. Поэтому может быть такое, что один и тот же кусочек текста был позаимствован и студентом, и другим студентом, и представлен в ВКР нашего студента, и в реферате, или курсовой работе другого студента. Бывают такие совпадения. Но это надо проверять. А система, она вам выдаст, что да, вот из этой работы он взял кусок. И мы сразу обвиняем студента, что он согрешил. Ну вот мы садились со студентом, да, это много времени занимает, и прям проходили по тексту, смотрели, и у нас результат был на 10%, на 10% снимали галочки и потом проводили перерасчет, еще раз прогоняли через антиплагиат. До 10% у нас, это существенно, да, вырастала оригинальность текста. Но это, опять же, очень такая кропотливая работа. И если, и в основном было связано именно с курсовенным заимствованием. Поэтому для студентов, для выпускников, для дипломников, это очень такой важный момент, не забывать ставить туда ссылки. Это ваша, в общем-то, реабилитация вашей работы в каком-то смысле. И какие ссылки и как указывать, как оформлять. Вспомним про виды ссылок. Первый критерий, по которому проходит классификация, это по месту расположения в документе, где она располагается. У нас три вида есть, подстручная, внутритекстовая, затекстовая. И отличаются они оформлением и расположением. Подстручная дается внизу страницы, оформляется сноской в орде на саму цитату. Либо в конце фрагмента заимствованного, если мы говорим о косвенном заимствовании, также ставим сноску и даем саму ссылку внизу страницы. Внутритекстовая располагается внутри самого текста. Здесь единственное, что обещала сегодня про внутритекстовый не говорить, но все-таки упомяну. В самом описании, которое мы размещаем в скобках, обратите внимание, после обозначения страниц, точка не ставится, закрывается скобка, точка ставится после скобки. И затекстовая ссылка, это выноска и сноска, отсылка, оформляется в тексте и сама ссылка оформляется отдельно. По повторяемости первичная и повторная, и они связаны с полнотой описания, полная и краткая. Первичная библиографическая ссылка, это сведения приводится впервые в данном документе, и повторная, это уже ранее указанные библиографические сведения, повторяются в уже сокращенной форме. Вот как раз это связано с полнотой описания. Библиографические ссылки отличаются по составу элементов, и выбор зависит от предназначения, то есть от той цели, для которой нужна эта информация, которую ссылка несет в работе. Полная информация включает наибольшее количество элементов описания для точной идентификации и предназначена для общей характеристики идентификации и поиска документа, как объекта ссылки. А вот сокращенная или краткая ссылка, она, как правило, повторная и применяется в том случае, когда необходимо отыскать только объект ссылки, то есть предназначена только для поиска документа. Составляется на основе принципа лаконизма и в соответствии, конечно, с действующим стандартом составления библиографических ссылок. И, как правило, еще раз краткая, это повторная ссылка. И по самым часто используемым ссылкам посмотрим на схему описания подстрочная ссылка и затем немножко поговорим о затекстовых. Подстрочная ссылка выносится из текста вниз полосы документов с муску. В тексте после цитаты или названия источника ставится порядковый номер ссылки сноски и текст самой ссылки размещается внизу страницы. Но знак сноски используется для связи подстрочной ссылки с текстом документа. По поводу оформления сносок. Как правило, она оформляется меньшим шерифтом, чем текст самой работы. И в текстовом редакторе Word такая ссылка автоматически по умолчанию ставится десятым шерифтом. Вот здесь с размером нужно смотреть требования к той работе, к тому документу, который мы оформляем. Если оставляем ли мы десятый шерифт, либо есть какие-то специальные указания по размеру шерифта для оформления ссылок сносок. Я вот, например, сталкивалась с тем, что при оформлении студенческих работ, курсовых и даже дипломных проектов работ пишется 14-м шерифтом. И в методических рекомендациях пишется, что оформление ссылок сносок 12-м шерифтом. Ну, понятно, чтобы научные руководители могли, не ломая глаза и без использования дополнительных луп, рассмотреть, что там написано. Ну, возможно, с этой целью. Поэтому методические рекомендации и требования для конкретной работы смотрим для того, чтобы не промахнуться с вот этой мелкой формальной деталью. Ссылка сноска должна быть размещена на той же странице, что и текст с номером сноски. И тоже при форматировании, при подготовке работы вот этот момент нужно отслеживать. Ну, в принципе, если автоматически ставим, то расползаться-то и не должно. Но лишнее распроверить тоже не мешает. Три варианта, которые представлены здесь на слайде, вы видите, они отличаются указанием, последней частью, да, физическая характеристика документа. И в первом случае ссылка дается на весь источник целиком. Во втором случае это, скорее всего, какая-то цитата, которая приведена в этом издании и приведена в нашем документе. И третий случай, это погинация, это фрагмент текста, на который дается ссылка. Ну, вот три варианта, которые допустимы и которые можно использовать, ну, опять же, в соответствии с контекстом использования, заимствования в тексте нашего документа. Да, ну, все эти три варианта, они допустимы. Смотря на что мы эту ссылку даем, на что мы ее делаем. Еще из структуры и из особенностей оформления ссылок, тех же самых подстрочных. При наличии одного, двух или трех авторов, заголовок приводится целиком, все авторы перечисляются, и затем идет основное заглавие или название работы. Ну, вот как в нашем первом примере. Если у нас четыре и более авторов, то в этом случае ссылка дается на, описание приводится под заглавием, а первого автора указывают за косой чертой в сведениях об ответственности, и других авторов принято указывать с помощью сокращения в квадратных скобках и дыре. А вот в этом отличии, если в списке источников указываем первого автора, остальных выносим за косую черту, то при оформлении ссылок, если у нас до трех авторов включительно, все они перечисляются в заголовке. Да, заголовок указывается, всех авторов выносим туда. По повторным ссылкам, вот так и тянет сказать, первичные и вторичные ссылки, но это несколько будет, наверное, неправильно, да, вторичное, может быть, сырье или переработка, а ссылка у нас все-таки повторна. Повторную ссылку на один и тот же документ или группу документов, или часть документа приводят в сокращенной форме при том условии, что все необходимые для поиска и идентификации этого документа сведения библиографические были уже указаны в первичной ссылке. Опускаемые слова обозначаются многоточием, с интервалом, с пробелом, до и после этого предписанного знака. То есть это используется как предписанный знак, знак предписанной пунктуации многоточия, поэтому до и после обязательно ставится пробел. Выбранный прием сокращения библиографических сведений используется, в принципе, единообразие сохраняется, по всему документу. То есть вот в нашем примере здесь указана ссылка первичная, да, и под ней уже вторичная ссылка на тот же самый документ. Вы видите, мы сократили даже часть основного заглавия сокращать допускается. Опускаем место издания, издательство, год издания, оставляем только нужную нам страницу. Вставляем новую. И вот это многоточие, оно отделяется пробелами с двух сторон. Но если такой способ избираем, он должен быть применен ко всем документам. Если мы даем повторную ссылку, содержащую запись на многочастный документ, том, книгу, выпуск, часть и так далее, то схема будет примерно следующая. Заголовок приводим обязательно, заглавие приводим. Если нет автора или больше четырех авторов, тогда начинаем заглавие. И обязательно добавляется обозначение номера тома, книги, части и выпуска, и номер страницы или погенация промежуток от и до. Через дефис эти страницы добавляем сюда. Вот такой способ для повторной сокращенной ссылки. Если мы даем на какую-то часть многочастного документа, он допустим. При описании нормативных и законодательных актов. На нормативные документы, на стандарты, на те же ГОСТы, например, приводят схемы здесь для повторных сокращенных ссылок. Она очень простая. Обозначение документа, номер, дату утверждения и страница, где располагается заимствованный фрагмент текста. То есть, первый пример – это полное описание ГОСТы и в сокращенном виде повторная ссылка будет выглядеть уже вот так. На законодательные акты. В повторных ссылках допускается сокращать до, оставляя только источник, сведения об источнике публикации, дата, номер, страницы или статьи. И вот здесь может использоваться то, что называется комплексная ссылка. Вот тот вид, о котором мы еще не говорили. Комплексная ссылка, когда у нас, например, идет несколько на одной и той же странице нашего документа, несколько ссылок на один и тот же закон в данном случае, но к разным статьям. Особенно, если их еще много. Каждую статью отдельной ссылкой оформлять можно и не оформлять. Тогда делается комплексная ссылка, и вот эти статьи оформляются через точку с запятой. То же самое правило действует, когда мы оформляем аналитический обзор использованных источников. В введениях к нашим работам, к тем же диссертационным исследованиям, к дипломным проектам, когда мы рассматриваем степень проработанности тематики и различные аспекты нашей проблемы, в каких работах каких авторов рассматривались, вот здесь тоже допускается использовать комплексную ссылку на перечисление работ одного автора, либо разных авторов, но по одному вопросу. Да, оформление то же самое, также оформляется подстрочной ссылкой, через точку с запятой дается перечисление. Это бывает удобно, когда много ссылок на один и тот же документ идет подряд. Еще один вариант сокращения повторных ссылок, использование любимых слов там же. Когда использовать, когда не использовать. Вот если у нас первичная и повторная ссылка идут последовательно, вот как в верхнем примере, ссылка вторая идет на источник, мы даем его описание, оформляем ссылку и следующая цитата идет на тот же самый источник, на той же самой странице, вот тогда оформляем, можно оформить вот в таком сокращенном виде. Там же только меняется номер страницы. Для зарубежных изданий вместо там же используется сокращение EBIT, для документов на иностранных языках. В повторной ссылке на другую страницу, к словам там же, просто добавляем номер страницы. Если повторная ссылка идет на другой том, часть, выпуск документа, то к словам там же добавляем сначала нужный номер тома, книги, части или выпуска, и потом уже нужную страницу. В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, созданный одним, двумя или тремя авторов, которые не следуют за первичной ссылкой, приводится обязательно заголовок, а основное заглавие и следующие за ним повторяющиеся элементы заменяются словами указ-сочь или цит-сочь, указанное сочинение или цитируемое сочинение. Для зарубежных изданий на зарубежных, на иностранных языках используется сокращение OP-CIT, OP-CIT, цитированный труд. Это в том случае, если у нас первичная ссылка находится далеко от вот этой повторной ссылки. Вот тогда можно ее использовать таким образом. Еще одно очень интересное. Несколько раз мне встретилась такая рекомендация. Не знаю, пользуетесь ли вы ей или нет. В каком случае вот этот вот совсем уж короткий вариант, там же указанное сочинение, цитируемое сочинение, можно применять сразу ли после первичной ссылки или нет. Вот очень часто встречается такая рекомендация, что сначала, когда мы документ цитируем впервые в нашем тексте, мы даем полную ссылку. Затем, когда встречается нам второй раз цитата на этот документ, даем сокращенный краткий вариант ссылки. И уже если третий, четвертый раз, тогда уже ставим там же указанное сочинение, цитируемое сочинение и так далее. Вот не знаю, если в ГОСТах, честно говоря, мне не встречалось такое правило, не попадалось. Возможно, это какие-то методические рекомендации уже такого локального характера. Ну, вот такой вариант тоже присутствует. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале ссылки приводятся слова цит по, цитируется по с указанием источника заимствования. Очень часто бывает так, что мы берем какой-то фрагмент или цитату в свой документ из диссертационного исследования, из монографии. Но этот фрагмент, он сам цитируется, является заимствованием в этой работе. Вот в этом и до первоисточника мы докопаться не можем. Ну, какой-нибудь цитируется документ из закрытого архива, например. Мы понимаем, что мы туда вряд ли сможем попасть для того, чтобы посмотреть первоисточник. В этом случае используются как раз вот эти волшебные слова цит по, сокращение цитируется по и приводятся данные на тот источник, где мы это заимствование встретили, откуда мы эту цитату взяли. Но это сразу дает понять, что мы работали не с первоисточником, а мы уже откуда-то, второе перецитирование у нас идет. По подстрочным ссылкам на часть источника для аналитических записей, когда мы описываем часть документа, статья в журнале, глава в книге или в тексте есть библиографические сведения о составной части документа, допускается в подстрочной ссылке указывать как полное описание, так и только сведения об идентифицирующем документе. Источник, где находится статья или глава. И здесь, возможно, два варианта, как мы указываем. Если в тексте мы указываем, и вот тоже встает вопрос, достаточно ли в этом примере, вверху кусочек текста приведен и ниже приведена ссылка. Мы указываем, если в тексте у нас указан только автор, в своей статье автор такой-то рассматривает вопросы взаимоотношения с точки зрения проблемы и так далее, мы указали только автора, мы делаем полную ссылку с указанием автора, название работы, журнала, номера, все как положено. А вот если у нас в тексте указано и название работы, и данные автора, то вот тогда мы можем приводить сокращенный вариант ссылки, указав, то есть часть описания у нас уже есть в тексте, для идентификации документа оно уже присутствует. Тогда возможно сокращать и указывать только название журнала, год, номер и страницы, или страницу. Текста, на который мы ссылаемся. При электронных ресурсах, при оформлении ссылок на электронный ресурс. Если в тексте нет библиографических, то же самое правило, кстати, действует, если нет библиографических сведений об электронном ресурсе в самом тексте нашей работы, то указываем полное описание ресурса. Для записей на электронные ресурсы допускается при наличии в тексте библиографических сведений, с помощью которых можно этот ресурс идентифицировать, в подстрочной ссылке можно указывать только электронный адрес. Вот это вот к извечному вопросу, надо ли указывать полное описание в подстрочной ссылке, или можно указать только электронный адрес. Допустимо, если это, во-первых, повторная ссылка, и если в тексте самой работы даны все необходимые идентифицирующие сведения. Если мы укажем также в тексте, то же самое правило, как и со статьями. Если мы укажем, что на официальном сайте Министерство финансов Российской Федерации выложат, и так далее, тогда мы можем привести просто с URL. В оформлении ссылок для обозначения электронного адреса используют аббревиатуру URL, то есть режим доступа это только для оформления списков источников, а здесь только вот это вот сокращение. Uniform Resource Locator унифицированные указатели ресурса. Информацию о протоколе доступа к сетевому ресурсу, это вот то, что идет у нас после двоеточек, после слов URL. HTTP, HTTPS, FTP и так далее. Тоже обязательно нужно приводить. И электронный адрес приводится часто в сокращенной форме. Есть генераторы сокращений электронных адресов расположения. Можно пользоваться ими для того, чтобы не перегружать свои ссылки. Когда у вас открывается гигантская на четыре строки адрес, по которому располагается документ, но это не совсем хорошо и красиво выглядит. Сокращать до первого доменового имени тоже не всегда представляется возможным, потому что тогда мы попадаем не на документ, а на, скорее всего, на главную страницу ресурса, на домашнюю страницу. А сам документ мы можем не увидеть. То есть там еще придется проводить дополнительный розыск. Поэтому прямым отсечением лишней информации из электронного адреса здесь лучше не усердствовать с этим. Поэтому можно воспользоваться генераторами. Есть онлайн-генераторы сокращения ссылок электронных адресов. Вот с их помощью можно вот эти названия четыре строчки сокращать, удалять. В конце обязательно ставится в круглых скобках дата обращения. Для чего это делается? Для того, чтобы проверить. Когда проверяем, обращаемся к этому ресурсу. Если мы ставим дату обращения, например, вчерашним днем, а сегодня мы заходим на этот ресурс, проверяя работу, на чем, кстати, иногда студенты и попадаются, формально относясь к этому элементу, оказывается, что ресурс уже четыре месяца как не существует. На это можно попасться. Поэтому с датой обращения тоже очень внимательно, особенно если вы эту ссылку копируете из какой-то работы, из какого-то источника и просто вставляете к себе, перейдите, проверьте хотя бы, потому что он находится в рабочем состоянии. По затекстовым ссылкам, по структуре, само по себе название затекстовая ссылка говорит само за себя, так как они вынесены за текст документа, либо его часть, и в затекстовой библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте документа сведения, библиографические сведения об объекте ссылки. Данный вид ссылок рекомендуется при большом количестве ссылок, например, в работах историков, филологов, юристов. Там удобнее указывать даже не подстрочные, потому что иногда у нас подстрочная часть будет больше самого документа. А также, когда идут многократные ссылки на одни и те же источники. Вот здесь удобнее просто использовать затекстовые ссылки. Вынесенная часть затекст документа вот она оформляется как раз по правилам библиографических описаний, а для связи с самим текстом используется порядковый номер библиографической записи в затекстовой ссылке и указывается он тут два варианта есть. Либо в знаке выноски, которые набирают на верхнюю, как верхний индекс, на верхнюю линию шрифта, как для подстрочной ссылки, либо в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом документа. И тот, и другой вариант допустим, и в гости это и тот, и другой вариант разрешен, но чаще всего для того, чтобы не путаться, для затекстовых ссылок все-таки используют вариант отсылки в квадратных скобках на практике, чтобы отличать одно от другого и нечаянно не начать делать подстрочные ссылки по привычке. В предложении затекстовая ссылка может располагаться в любом месте, разрешается и в середине предложения, и в конце, но чаще всего ставится все-таки в конце предложения. И после текста научной работы размещается список затекстовых ссылок. В самом тексте у нас только идут отсылки в квадратных скобках, а сам список группируется либо в алфавитном порядке, либо в порядке нумерации и размещается отдельным списком. Вот в тексте это выглядит примерно вот так. Отсылка может даваться, кстати, либо ко всему документу, либо к конкретным страницам. То же самое правило, как и для подстрочного действия. И вот таким образом это оформляется в таком виде, это существует в списке подстрочных ссылок. Вопрос вижу, Эдуард Александрович, согласно схеме... Что? Поясните, пожалуйста, вопрос. Немножко раскроете, что хотели спросить, Эдуард Александрович? А, схеме. Ага. Да, хорошо. Хорошо, про схему. Схема принято. О, внимательные зрители. Отлично. Совокупность за текстовых библиографических ссылок оформляется перечнем, да, то есть дается перечень библиографических записей и помещается после текста документа или его составной части. При этом, как правило, вот этот список за текстовых библиографических ссылок, он не является библиографическим списком или указателем списком литературы, помещаемым после текста документа, а имеет свое самостоятельное значение. Это по правилам. Но, тем не менее, совокупность вот этих затекстовых ссылок очень часто становится списком литературы к статьям, да, списком пристатейной библиографии, которые публикуются в периодических изданиях. И такое требование к оформлению списка литературы очень часто встречается во многих и российских, и зарубежных журналах. То есть делаются не два отдельных списка, да, он рассматривается как и список литературы. Тот же референс, например, да, там он делится только на русскоязычную и английскую часть, англоязычную, но, в принципе, он один и тот же. Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической записи в задотекстовой ссылке указывают в отсылке цифра, чаще всего это цифра, которая приводит в квадратных скобках в строку с текстом документа. А номер и текст самой ссылки приводятся уже после всего текста работы и, как правило, перед списком литературы. Но если списка литературы нет и требование таково, то у нас будет один список за текстовых ссылок. Сокращение отдельных слов и словосочетаний для всех элементов библиографической записи за текстовых ссылок также действует, можно сокращать за исключением основного заглавия документа и заголовка. То есть фамилии авторов приводим. Сокращать заглавие, если оно очень длинно и от этого сокращения не будет потери смысла, потери значения важного для идентификации этого документа, то это допускается. Но можно и не сокращать. Независимо от вида ссылки, они могут быть целой источникой на часть документа, включая даже отдельную цитату. То же самое правило действует и для за текстовых ссылок. При группировке за текстовых ссылок используются, ну как правило, два варианта. Либо они идут в алфавитном порядке, что чаще всего встречается, либо в порядке появления их в тексте. Это тоже может быть. Могут быть и другие формы группировки, алфавитные, хронологические, но это уже зависит от тех требований конкретных, требований конкретных изданий, для которых мы этот список готовим и ссылки свои тексты оформляем. Если документ создан, то же самое правило, три автора, четыре и больше, то же самое в заголовке приводятся все для за текстовых ссылок, либо даем описание под заглавием, если четыре и более авторов. В тексте знак за текстовые ссылки ставится в конце, чаще всего в конце предложения, хотя разрешается ставить его и в середине, но все-таки как-то общепринято ставить в конце предложения. Точка ставится после закрытия квадратной скобки и порядковый номер ссылки, находящейся в списке, отделяется запятой от указания страницы или погенации. Есть возможность в ОРДе автоматически создавать очень быстро не только подстрочные ссылки, но и затекстовые. На следующем вебинаре я вам покажу эту небольшую хитрость. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в тексте документа, тогда в отсылке в квадратных скобках указывают порядковые номеры и страницы, на которых помещен объект ссылки. И если цитаты из одного источника и ссылки на них находятся на одной странице вашей работы, тогда в оформлении затекстовой ссылки можно указать полный объем источника, то есть дать ссылку на весь источник, отсылку оформить, а не на конкретные страницы, если достаточно много у нас идет цитирований на одной странице. Если в тексте приводятся цитаты из одного источника, но размещены они не по порядку, а на разных страницах нашей работы, то тогда в описании источника указываются конкретные страницы, местонахождение цитат и в повторной ссылке делаем повторную ссылку с помощью сокращения описания источника. Ссылки на электронные ресурсы также затекстовые составляются как на весь ресурс целиком, так и на составные части электронных ресурсов. Страницы, разделы, части, порталы, веб-страницы и так далее. И вот в таком виде у нас будет существовать затекстовая ссылка на электронный ресурс. Здесь то же самое правило, как оформляется по правилам оформления ссылок на электронные ресурсы. Обозначение документа, обозначение типа источника электронный ресурс, заголовок, заглавие. Единственное, что опять же приводим всех авторов в начале перечисления. Обязательно дается сведение об источнике и потом уже приводим электронный адрес, даем гиперссылкой и дата обращения. Значит, по вопросам. Сейчас я посмотрю во вкладочку вопросов, прежде чем мы пойдем дальше. Ну вот основные такие моменты, которые следует помнить, когда мы работаем с оформлением наших ссылок, в основном подстрочные и затекстовые. Так, Анна Алексеевна спросила, что при использовании цитпо первоисточник тоже надо, надо ли тоже указывать. Вот здесь, нет, Анна Алексеевна, смотрите, здесь в этом случае первоисточник можно и не указывать. Вы ссылаетесь на ту работу и даете сведения о той работе, где был цитируемый фрагмент. Но тогда это нужно указать в тексте своей работы. Вот хорошо бы это указать. Тогда да, тогда можно и не давать. Вы же с первоисточником не работали. Если бы вы, если вы даете, делаете ссылку на сам первоисточник, тогда оформляем просто обычную ссылку. Если вы даете ссылку на какой-то второй источник, который цитировал тот, то тогда оформляем сведения именно на этот второй источник. Вы же поэтому и указываете, что цитируется по вот этой работе. И тогда все сведения даем на этот второй источник. Слайд 33, 8, 8, 8, да, да. Марина Вячеславовна, да, ставится. По вопросам, мы сейчас посмотрим. После места издания перед двоеточием пробел Наталья Петрасовна. Да, двоеточие после места издания это знак предписанной пунктуации, отделяющий место издания, элемент библиографического описания, от издательства. И в этом случае двоеточие, оно является не грамматическим знаком, а знаком библиографическим, знаком предписанной пунктуации. Поэтому с двух сторон он пробелами отделяется. Это говорит о том, что это библиографический знак, потому что они же совпадают. А вот если у нас то же самое сведение об ответственности, с двух сторон отделяется пробелами, это знак предписанной пунктуации. Это говорит о том, что начинается другой элемент в описании. А вот если мы не отделяем, это уже грамматический знак. Если в заглавии у вас идет, встречается двоеточка, грамматический знак, его не отделяем, его пишем так, как и положено. Номер документа, сейчас еще посмотрю по вопросам, что у нас было. Номер документа в библиографическом списке может измениться. Придется проверять все затекстовые ссылки, возникает путаница. Нельзя ли вместо номера в квадратных скупках писать фамилию автора? Значит, смотрите, если у вас в требованиях указано, что нужен нумерованный список, располагаются в алфавите авторов затекстовые ссылки, и обязательно он нумеруется, тогда есть такой вариант, отсылка по фамилиям авторов. Есть маленькая хитрость, как сделать так при оформлении работы, чтобы при изменении нумерации, мы же будем дополнять, мы будем туда довносить какие-то источники, что-то будет удаляться, работа же динамическая. Естественно, все будет меняться. Чтобы не возникало путаницы, можно воспользоваться теми возможностями, которые есть в текстовом редакторе Word, при оформлении именно затекстовых ссылок. С подстрочными, да, мы это все знаем, все умеем, за текстами тоже такая же хитрость есть. Помните, мы как-то с вами на одном из вебинаров говорили об автособираемом содержании, когда мы его в самом начале работы формируем, и потом самое главное, чтобы мы не вносили какие-то изменения в названии глав, параграфов, автоматически мы можем обновлять это автособираемое содержание, и у нас все будет нормально, да, все будет в соответствии. То же самое и за текстовыми ссылками. Есть такая опция, есть такая функция в Word, которая позволяет это делать. Самое главное, только себе стикер, очень удобно, кстати, я попробовала, работает очень здорово, меняется нумерация, меняются в самом списке ссылки, не надо лазить по всему тексту, особенно если он очень большой и ссылок очень много, автоматически это все будет меняться. Есть только один маленький нюанс, не забывать это делать перед сохранением и выходом из документа. Так же, как с автособираемым содержанием, перед выходом нажми кнопочку «Обновить», и он сам обновит все, что нужно, и вся нумерация, она поменяется, как и должна быть. Забывала это делать, пришлось повесить стикер на монитор, когда работаю за текстовыми ссылками, сохрани перед выходом. Очень быстро обновляется, такая функция есть. Так что, Наталья Петровцевна, это вопрос решаемый. На следующем вебинаре я вам тогда покажу, как это делается, прям отдельным скринкастом, наверное, сделаю. Лариса Ивановна спрашивает, оформление ссылок на источник на иностранном языке будет таким же, как и на русском по структуре. Лариса Ивановна, если мы не говорим о референсис, то да. Если мы говорим о русскоязычных документах, о русскоязычных изданиях, если мы говорим о работе, которая предполагается для публикации в журналы, индексируемые, например, в СКОПОС, даже русскоязычные журналы, то для референсис там другая история, вот там будет меняться структура. Вот сейчас как раз я про нее вам и покажу. Обязательно ли указание издательства? Так, возвращаюсь сюда. Оксана Сергеевна в общем чате, да. Указание издательства или это вариативно? ВКР. ВКР. Для ВКР место издания, издательства и год издания – это обязательный элемент. Это, конечно, указываем. И СБН очень часто опускают. Да, вот и СБН очень часто опускают. И, кстати, раз уж вспомнила про СБН, вспомню и про АДОИ. При описании электронных ресурсов, когда даете ссылку на документ, обращайте внимание, есть ли индекс ДОИ. Если есть индекс ДОИ, лучше указывайте его. Не URL, не адрес, электронный адрес местонахождения документа, а ДОИ. В случае, если что-то изменилось, поменялось, переехало, упало, по АДОИ документ легче найти, и всегда можно это сделать, чем по электронному адресу. Да, согласно Оксане Сергеевне, место год – это очевидно и обязательно, так же, как и указания страниц, физические характеристики. Смотрите, элемент, этот элемент обязательный, но, опять же, здесь есть вариативность, есть вариация, вот в чем вся сложность. Принимает методические рекомендации конкретного ВУЗа, либо конкретной кафедры, на которой пишется данная ВКР. Чаще всего это методические рекомендации самого ВУЗа. Если там допускается опустить какой-то из элементов, вы можете это сделать. Если не допускается, тогда обязательно указываем. Не во всех библиографических указаниях присутствует указание на издательство. Значит, смотрите, если мы говорим об оформлении ссылок, что-то я немножко переключилась прямо на списки источников. В списках источников указываем. При оформлении ссылок можно опускать. Да, мы с вами смотрели, там самое главное, в самой ссылке автор, авторы, название. Даже место год в повторной может опускаться, страницы или место и год приводится в самой ссылке. В первичной лучше указать полные сведения, а дальше уже можно опускать при оформлении именно ссылок. А вот в список источников лучше давать полные с местом издания. Не везде присутствует указание на издательство. Вы знаете, вы можете брать сведения об издательстве из титула, из оборота титульного листа и из конца книги, там, где идут сведения о типографии и прочее. По самому тексту смотрите. Если есть, тогда мы их выбираем из всего документа, это допустимо, и вставляем. Если вообще невозможно найти сведения об издательстве, ну тогда ставим, тогда без издательства пойдет, да, в БИИ. И немножко об оформлениях, об отличиях оформления ссылок для скопсовских изданий. Вот здесь целая история начинается. Представление российских источников в списках литературы в латинице, это вообще целая проблема. И проблема в том, что многие российские русскоязычные журналы, которые входят и хотят войти в базу данных скопуса, они не представляют на латинице ссылки для русскоязычных публикаций. А это потом сказывается на идентификации, на поиске, когда вместо ссылки на русскоязычную публикацию просто указывается Russian source и все. То есть они не отображаются, они не идентифицируются в базе данных. Поэтому обращайте внимание, прежде чем подавать публикацию в то или иное издание, представляют ли они ссылки на русскоязычные публикации на латинице. То есть вот тот самый references. Если есть, это хорошо. Если нет, ну подумайте, стоит ли в этом издании публиковаться, потому что потом вашу публикацию в базе данных скопуса найти будет невозможно. И сейчас в скопусе очень, вообще ужесточаются требования, очень серьезные требования к наличию references и к тем изданиям, которые планируют или только-только входят в базу данных. Вот именно по этой части обязательно должно быть все оформлено по правилам и references представления на иностранных языках российских источников оно должно быть. чтобы все авторы публикации были учтены в этой системе, все в описании статей обязательно нужно вносить всех авторов, не сокращая тремя, четырьмя и так далее. Вот в этом одно из отличий оформления ссылок на документы, на статьи, которые мы хотим опубликовать в базе данных скопус. Есть у вас шесть авторов, пишем всех шестерых. Есть восемь авторов, пишем всех восьмерых. Если при оформлении ссылок, подстроченно затекстовать то, что мы смотрели раньше, там есть вот это вот до трех авторов, потом под заглавием, то здесь обязательно указывать всех авторов, которые были с авторами этой публикации. Это необходимо для того, чтобы они все были учтены в базе данных. Там не будут разбираться, кто скрывается за аббревиатурой и ДРЭ. Если то же самое, заглавие, заглавие статей несет дополнительную информацию о содержании, и оно должно быть понятно не только и не столько русскоговорящему специалисту, но и иностранным коллегам, поэтому обязательно должен быть перевод. Не просто транслитерация на английский для русскоязычных статей, но и перевод на тот язык, ну, чаще всего английский, на язык данного издания. Если переводить источник полностью на английский язык. Значит, смотрите, Лариса Ивановна, если это зарубежное издание, англоязычное, то да, если мы говорим о тексте своей работы, то мы ее переводим на английский язык. Если вы публикуетесь в англоязычной версии, а некоторые, русская, на русском переводится вот само описание, все ссылки, заглавие, фамилии авторов, аннотации, ключевые слова, вот это в обязательном порядке переводится на английский язык. Да, для того, чтобы в базе данных оно было доступно и найдено. Для русскоязычных статей из журналов, сборников, сборников конференций, как правило, может применяться зачастую три варианта структуры библиографической ссылки. То, что мы приводим в референсис. Вот первая структура – это авторы в транслитерации, перевод названия статьи на английский язык, транслитерированный вариант в квадратных скобках, название источника дается в транслитерации, и выходные данные с обозначением на английском языке. То есть вместо S – пейдж, да, и так далее. Второй вариант – авторы в транслитерации, перевод названия на английский язык без транслитерации на русском статьи, потому что она для базы данных, для скобки все-таки важнее название на английском языке. Мы же не только на русскоязычных авторов рассчитываем, кто будет читать наши работы, а, скорее всего, на иностранных. название источников транслитерации, выходные данные и указание языка статьи в скобках. И третий вариант, который может использоваться – транслитерация автора, название источника, выходные данные и указание на язык статьи. Вот здесь видите, само название статьи, оно может быть опущено. Вот три варианта структуры, которые могут нам встречаться в требованиях, по которым предъявляются требования к авторам статьи. Беда, знаете, в чем? Нет единого стандарта, нет единых требований, такого единого скопу с ГОСТа для оформления ссылок на… и оформления списка референсис, оформления ссылок в публикациях, которые мы подаем в издание. То есть здесь очень внимательно нужно вычитывать каждый раз требования разных изданий, а они могут отличаться. Обратите внимание еще на такой момент. Транслитерация названия источника, который мы цитируем. Прежде чем просто переводить, сама на этом не летала неоднократно, поэтому сразу, чтобы вы не делали эту ошибку и на те же грабли не наступали. Прежде чем переводить название сборника, журнала и так далее на английский язык с помощью транслитерации, посмотрите, нет ли установленного, принятого английского названия этого издания. Очень часто оно присутствует. Поэтому лучше сначала перепроверить. Можно проверить по e-library, можно зайти на сайт издательства и посмотреть, очень часто бывает, когда есть англоязычные версии. И посмотреть, есть ли английское название этого журнала. Но смотрите, если вы публикуете свою работу в русскоязычной версии журнала, и у него есть еще англоязычный вариант, и они разные, то вот то название брать не надо. Посмотрите, есть ли для русскоязычного журнала установившиеся названия на английском языке. Если нет, тогда переводим с помощью транслитерации. Список литературы или референсис для скупуса и других зарубежных баз данных переводится полностью отдельным блоком, и он повторяет список литературы к русскоязычной части. При этом независимо от того, есть или нет в нем иностранные источники. Если в списке есть ссылки на иностранные публикации, они полностью повторяются в списке, который готовится в референсис на английском языке. Что недопустимо в референсис, вот здесь идет, уже начинается отличие при оформлении. Не используются некоторые знаки, которые используются у нас. Во-первых, российский ГОСТ по составлению библиографических ссылок, он здесь не работает. Разделительные знаки российского ГОСТа непонятны создателям баз данных, они их не воспринимают, поэтому их не используем. Две косые черты, да, дабл слэш, тире обязательно убираем. Такие слова, как электронный ресурс, тоже не приветствуются. И иногда еще в требованиях может встретиться убирать запятую между фамилиями и инициалами авторов, а оставлять запятую только между авторами, если с авторами, если их несколько. Да, вот электронный ресурс убирается, особенно если эти слова пытаться давать еще в транслитерации, вот это вот становится излишним и запутывает этого. Этого не должно быть для референсиса. Для формирования списка литературы, всех ссылок, желательно использовать один из принятых зарубежных библиографических стандартов, международных стандартов. Либо часто российские журналы используют свои подобные правила, основанные на одном или нескольких зарубежных библиографических стандартах. Название... Так, ну вот примерно так это выглядит в окончательном варианте. Перевод и транслитерация. Перевод обязательно нужно давать в названии статьи, не довольствоваться одной транслитерацией. Вот второй пример, не совсем удачный. Здесь нет перевода на английский язык, поэтому больше проблем будет с нахождением такой статьи в базе данных, а значит ее меньше будут цитировать или вообще не найдут. Потому что зарубежные коллеги, они в основном будут ориентироваться на англоязычные названия статей. Название источника и выходные данные отделяются от авторов и заглавия статьи типом шрифта. Чаще всего это используется курсив, точкой или запятой. Вот в разных требованиях может быть по-разному. И опыт специалистов, которые работают с данными при статейных списках литературы, при создании систем цитирования, вот этот опыт показывает, что использование запятой при разделении фамилий и инициалов между фамилиями авторов затрудняет идентификацию авторов. Поэтому наиболее приемлемым представляется вариант использования без знаков между фамилией и инициалами одного автора. Поэтому в требованиях можно встретиться с тем, что этот знак не требуется ставить. Хотя в некоторых библиографических стандартах, в том числе и международных, такой знак присутствует. Ну вот такая проблема есть. Несогласованность и отсутствие единого стандарта. Поэтому надо внимательно смотреть те требования, которые предъявляются конкретным издательствам. Еще по особенностям оформления. Статья из электронного журнала, да, оформляется точно так же. Авторы названия статьи, сведения об источнике. И добавляется не URL ставится, не режим доступа, да, а ставится вот такая аббревиатура и ссылка. Лучше всего, если есть индекс DOE, да, и во многих зарубежных статьях он присутствует, лучше ставить его. Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданием, но с дополнением данных об адресе доступа. Наиболее точную идентификацию статей можно, опять же, с помощью DOE сделать, поэтому им не пренебрегаем. Здесь есть хороший ресурс, где можно проверить статьи на наличие индекса DOE. Сейчас попробую, если он у меня скопируется. Может быть, вы его знаете, но лишним, наверное, не будет. Вот это вот ресурсик, по которому можно проверить, либо найти статью по самому индексу, либо проверить, есть ли он у нее. В описаниях материалов конференции самое главное – это название конференции на языке оригинала. Если нет ее английского названия в транслитерации, но лучше все-таки перевести. Выделяется курсивом, в скобках дается перевод названия на английский язык и дальше выходные данные, место проведения конференции, место издания, страницы. Все это должно быть представлено на английском языке, если мы говорим о материалах, сборниках, тезисах, докладах, как в данном случае, какой-то конференции. Вот это обязательно должно быть указано, по ним будет происходить поиск. По не ограничиваться только транслитерацией, обязательно название переводить на английский язык. Простая транслитерация заглавия статьи без перевода в срубежных васх данных, она смысла не имеет, поэтому перевод здесь обязателен. Так, сейчас я посмотрю, что у нас еще есть из вопросов. Чуть повыше что-то было. Если источник цитирования не на русском или английском, а, например, на китайском или арабском, автор не дает перевод на английский язык, перевести самим невозможно. Да, 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 Елена Вячеславовна, интернет в помощь. Да, 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 остается только одно. А как вы работали с этим источником, если он на китайском или арабском? Тогда приводим на этом языке. Переводим на английский язык, так же, как русский мы переводим. Еще несколько моментов основных правил по таких рекомендаций в качестве краткого резюме по составлению ссылок в латинице, в англоязычной части статей и при статейной библиографии для баз данных. Первое – это отказываемся от использования ГОСТа. Для русскоязычной части – да, используем, для референсис – нет. Следуем тем правилам, которые позволяют легко идентифицировать документ. Обязательно должно быть два элемента описания – авторы и сведения об источнике. По ним в базе данных скопуса возможно идентифицировать и найти необходимый документ. Поэтому, когда занимаемся оформлением ссылок или списка источников референсис, обращаем внимание именно на авторов и на источник. Ну, собственно, когда и свою статью пишем, этим двум моментам уделяем особое внимание, иначе нашу статью могут не найти. Не перегружать ссылки транслитерации заглавий и статей, либо давать их совместно с переводом. Одна транслитерация без перевода значения не имеет. Придерживаться одной из распространенных и часто используемых систем транслитерации – фамилии, авторов, заглавий и названий источников. А систем транслитерации может быть несколько, поэтому в требованиях к оформлению обращайте внимание или не постесняйтесь спросить, какой системой транслитерации нужно пользоваться при переводе для публикации статьи в данном конкретном издательстве. При ссылке на статьи из российских журналов, которые имеют переводную версию, лучше давать ссылку на переводную версию статьи, если она имеется. И по поводу транслитерации и общепринятых систем. Вот основные варианты. Вот одна табличка на один слайд, к сожалению, не влезла, поэтому я ее немножко на два слайда пришлось растянуть. То есть сочетание правила транслитерации, сочетание наших букв и звуков и как это будет выглядеть в транслите. Ну и, соответственно, наш любимый ресурс, без которого просто не жить, не просто интернет нам в помощь, а еще и транслит нам в помощь при работе с референсис. Ой, это что, что у нас? Ссылка не пожелала копироваться, да? А, вот есть. Не увидела. Хороший ресурс транслит. Здесь можно выбирать систему транслитерации необходимую, да, и он сам уже буквенное обозначение подбирает. Но после и просто даже весь текст, тот же список ссылок на кириллица можно спокойно через транслит очень быстро обработать и получить нужный результат. Но после транслитерации корректировка списка все равно нам потребуется. Источников в соответствии с теми требованиями, которые предъявляются в данной системе стандартов. При транслитерации, важно помнить еще такой момент, место издания раскрываем, не сокращаем, как мы привыкаем, Москва, М, Санкт-Петербург, СПБ. Обязательно раскрываем и обратите внимание, иногда требуется исправить обозначение страниц на английском языке. Он вам переведет 352С латинское вместо 352П, да, пейдж. Поэтому такие вот мелкие детали после транслитерации все-таки следует проверить, иначе ссылка будет неправильная. Но и не забывать курсивом выделять название источника, либо название конференции, что будет требоваться по стандарту. И тогда наша ссылка будет готова. По стандартам. Стандарты представления библиографических ссылок в изданиях, индексируемых в базах данных зарубежных, в том числе и в скопусе. Их восемь. Чаще всего используются первые четыре. МЛА, АПА, Чикаго или Турабиан. Ну, Турабиан реже, он больше для студенческих работ. И Гарвард. Вот эти вот четыре стандарта, они чаще всего и встречаются в требованиях. Но может быть и такой вариант, что какой-то из отечественных наших изданий, издательств, разрабатывает свои требования, но на основе одного из этих стандартов. То есть в чистом виде они могут здесь не использоваться, не применяться, но в целом соответствовать. Так же примерно, как и у нас, есть ГОСТ, но каждый ВУЗ, каждая кафедра, факультет, каждая библиотека ВУЗа может выработать свои методические рекомендации на основании этого ГОСТа. Вот здесь в Скупсе то же самое с издательствами может быть. Поэтому очень внимательно читаем те методические требования к оформлению и референсис, которые в данном издательстве приняты. И смотрим на основании, на каком из стандартов они основаны, для того, чтобы в случае возникновения сложных вопросов к ним можно обращаться. Примеры библиографических ссылок под эти восемь стандартов, они есть, я их здесь вам собрала, можно ими пользоваться. Чем отличаются? Либо курсивы, либо место расположения элементов. Вот, например, Гарвард не очень удобный стиль, поэтому его очень часто, даже если позируется на гарвардском стиле, его все равно дорабатывают. Обратите внимание, в гарвардском стиле у нас идет год сразу после авторов. Это не очень удобно, если у нас описание идет под заглавием, тогда сразу что, начинаться должно с года, ну вот как-то к нашим потребностям не очень подходит. Теряется логика самой ссылки, поэтому очень часто, базируясь на гарвардском стиле, его все-таки дорабатывают под те потребности и возможности, которые есть в наших русскоязычных издательствах, изданиях. И библиографические описания статей, тоже примеры, как я должна выглядеть в разных издательствах. Есть ресурсы, которые позволяют нам быстро найти ответы на вопросы, либо подобрать нужные варианты. Есть генераторы, есть помощники, есть база образцов в каждом из этих стилей. Ну вот пример на некоторые из них я вам здесь привожу. Кто скачал презентацию, ссылки там на эти ресурсы, есть. Это гарвардский, MLA, APA, ну вот самые распространенные. И плюс есть возможность еще посмотреть образцы описания. Вот это хорошее издание в формате PDF, которым можно воспользоваться при работе с гарвардским стилем. На сайте Emerald даны очень подробные рекомендации по составлению пристатейных списков литературы именно на основе стандарта Гарвард. И они практически для всех видов публикации. Так как он чаще всего у нас встречается, вот я вам эту ссылочку сюда сейчас в чат и скину. Им можно пользоваться. И в интернете существует... Кто-то у нас сегодня уже сказал, интернет нам в помощь. Да, действительно, интернет нам в помощь. Есть бесплатные программы для создания библиографических описаний на латинице. И они позволяют нам автоматически вот эти ссылки по предлагаемым стандартам создавать. Причем описание можно создавать для разных видов публикаций. И для статей, и для интернет-ресурсов, и для книг, и так далее. Вот с этими генераторами и с этими ресурсами, которые помогают это сделать, это мы уже на следующем вебинаре с вами будем ознакомиться. Посмотрим, как они работают. Плюс еще более подробно вот те ссылки, те источники, которые сегодня в конце вам привела, которые могут нам помочь при составлении референсис под те или иные стандарты. И плюс те, которые еще не показывала, на следующем занятии мы их тоже посмотрим и попробуем с ними поработать. Поэтому на следующий у нас будет вебинар такой больше технологического плана, технического, по знакомству с возможностями этих ресурсов. И кто будет не на гаджетах, а на компьютерах, будет возможность с ними сразу напрямую поработать, попробовать ручками и выполнить, может быть, даже какую-то часть работы, часть ссылок уже оформить там непосредственно с ними. Итак, коллеги, мы с вами добрались благополучно до финала. Это последнее резюме, о чем следует помнить, когда мы составляем референсис для публикаций в издании, индексируемые в базы данных с Копус. И на этом мы с вами, наверное, сегодня будем заканчивать нашу встречу. Сейчас посмотрю еще, что у нас есть по вопросам, откуда скачать презентацию. Презентация сверху справа, значок папка, открываем и скачиваем, щелкаем по значку. Ирина Анатольевна, а сколько следующее ваше занятие? Ирина Анатольевна, следующее, как всегда, в 12 часов дня, в пятницу 14-го. У нас в декабре урожайный месяц выдался на встречи 14-го. И еще одна встреча у нас будет с вами 28-го, если не ошибаюсь. Завершаем цикл по библиографии. Коллеги, если будут какие-то вопросы, на последнем слайде есть адрес нашей группы, можно приходить туда, сейчас я туда материалы готовлю, буду постепенно выкладывать. Просто ВУЗ проходит аккредитацию, поэтому руки, честно говоря, не всегда доходят до такого более тесного общения в группе. И поэтому публично прошу меня простить. Надеюсь, к концу года все уляжется и все долги закрою точно. Большое спасибо всем, кто сегодня пришел. Большое спасибо за вопросы. Вопросы во вкладку «Вопросы» можно писать, если возникают. И как записаться в эту группу. Так, сейчас давайте я попробую прям ссылочку сюда в чат скинуть. Вопросы во вкладку «Вопросы» Так, все. Я пока здесь, друзья, не исчезаю. Да, вот ссылочка на группу. Пока я взяла за ссылкой на группу, нам дали понять, что наше время истекло, видимо. Так что, коллеги, не стесняйтесь. Здесь вопросы в группу задавайте. Можно и в личку писать, если кто-то не хочет публично. Пожалуйста, в мессенджер не вопрос. Можно и здесь во вкладку «Вопросы», пока еще не закончился вебинар, тоже написать. Да, и вот я вижу у нас вопрос один во вкладке «Есть». В каких случаях в ссылках указывает режим доступа или URL. В первичный или повторный. Наталья Сергеевна, и там, и там в ссылках указывается URL. Режим доступа только для списка литературы. Не для ссылок, а для списка литературы. Вот там указывается режим доступа, если мы про русскоязычную вещь говорим, версию. А во всех ссылках указывается URL. Очень хорошо, когда не требуется отдельно оформлять список источников. А один список за текстовых ссылок принимается как пристатильный список. Тогда оформлять легче. Итак, коллеги, на этом мы заканчиваем. И передаю последнее слово. Микрофон Павлу Юрьевичу для последнего слова. До следующей встречи и до следующей пятницы. Коллеги, я присоединяюсь к благодарностям Татьяны. Со своей стороны выражаю благодарность ей за проведение сегодняшнего вебинара. Приходите на вебинары Татьяны. Она ведет вебинары два раза в месяц. С переносом в декабре получилось даже три раза в месяц. Так что находите в расписании. Я надеюсь, вам не надо напоминать, что расписание наше находится на сайте Директ Академия.ру. Находите там расписание Татьяны и регистрируйтесь заранее на ее вебинары. А вам я хочу напомнить, что Директ Академия это вебинары каждый день. Приходите к нам каждый день. Мы будем вам рады. До встречи в Директ Академии. До встречи в Директ Академии. Пока. До встречи в Директ Академии. Продолжение следует...